Жизнь на Земле началась со вспышки молнии. И вот почему. Новое исследование показало, что миллиарды разрядов молний могли дать толчок развитию жизни на нашей планете. Буквально молния никого оживить не могла, но большое их количество могло повлиять на возникновение важных соединений фосфора, которые проложили путь для развития микробов и других организмов. В нашем исследовании мы впервые показываем, что удары молнии, вероятно, были значительным источником реактивного фосфора на Земле примерно в то время, когда образовалась жизнь 3,5-4,5 миллиарда лет назад, говорит ведущий автор исследования Бенджамин Фёс из Ельского университета. Следовательно, удары молнии могли сыграть роль в обеспечении планеты фосфором для возникновения жизни, заключает ученый. Ранее существовала теория, что Земля получала фосфор от метеоритов, несущих минерал, называемый шрайберситом. Он частично состоит из фосфора и растворим в воде. Действительно, если множество шрайберситовых метеоритов упадут на Землю в течение миллионов или миллиардов лет, то в области падения соберется достаточно фосфора, чтобы создать правильные условия для развития биологической жизни. Но в тот отрезок времени, когда на нашей планете образовалась жизнь, количество упавших метеоритов было крайне небольшим. Этот факт усложняет теорию межзвездного фосфора. Тем не менее исследователи не исключают вариант, при котором Земля получила необходимый фосфор благодаря комбинации упавших метеоритов и ударов молний. Посмотрите на 35 карт, которые изменят ваш взгляд на современный мир.